Фух, всех витаю дорогие мои друзья. Сегодня мы поставили машину напротив у соседей. Дякую нас с усидом, что разрешили, чтобы не выезжать. Знаете, у Нади сильно такой вот склон надо выезжать. А это напротив так ровно, поэтому мы решили здесь оставить. Попросились у соседей вчера. Сказали, да конечно ставьте без проблем, без пытань. Сказали. Вот, а сейчас мы очень спешим. Еле-еле я бегом позатракали. Я даже кофе не успела выпить. Надя едет против ваты. У нее экскурсия. Она будет сейчас вести экскурсию на скалах. Заодно и мы с вами скалы посмотрим. Прогреваю машину пока. Руша ему. Тришечки, тришечки, поворот. Но здесь тоже не как-то все просто. Здесь будет какой-то люк. Мы его сейчас объезжаем. Добрый ранок, Надя Ивановна. Добрый ранок. На працю. На працю, да. Сейчас корову покажем еще заодно. Черга. Черга иди. Нам повезло. Значит нам сегодня повезет. Потому что не вся, а пока будут по дороге такие. Да ты что, у вас только коров в селе. Да мало, что-то тут. Да? Надя, я и боюсь даже в машине. Можешь здесь стоять, нет? Нет, постараюсь. А, он выводит корову, оказывается. Ага. Я вот тут постою. Постаю. Гоняет корову тебе не залахать. Да? Давай покажем, как выгоняют череду. Через 4 круга. Там сейчас реймают добавить и все. Да? Так, я сейчас закрою машину. Чтоб вдруг они не заскочили. Откроют дверь и заскочат. Если ты таки выборишь, я же отнимаю. Ой, мы мешаем, может, их. Ничего не мешай. А, нет, да? Я думала, может, чуть-чуть середину отъехать. Ну да. Ага. Бачишь, она идет на мою машину. Ну да. Так, сейчас запачкайтесь об мою машину, потому что моя машина грязная. Добрый ран. Все, идем. Пропустили. Если я купаю, не делай. Выезжаем за село, посмотрите. Здесь конь такой черный-черный. И вот на этой горе... Ой, что-то не показывает красоту такую. Ну, а вот, трошки показывают. На этой горе кладбище у вас, да? На цей? На следующей? На экскурсию, что моя, приехала. А, понятно. А, это они будут наверх на горы их везти, да? Вот, тут корову ведут. Тоже селят. Здесь пропускной пункт. И цена для пешехода 20 грин. Легкая в автомобиле 60 грин плюс 20 грин. Скажем, у вас пассажиры. Автотранспорт. Гужевой транспорт 45 гривен тоже. Приехали туристы. Надя сейчас будет им экскурсию везти. Так что, если хотите экскурсии от Нади, приезжайте сюда в село. Ищите Надю. Вот здесь на КПП можете спросить телефон Нади. И проведет вон детки. А, нет. Я думала, детки, это, кажется, взрослые люди. И сейчас они пересаживаются с туристического автобуса на вот трансфер автобус, который их отвезет наверх и вниз. Все, а я пошла готовиться. Я за ними поеду. А здесь водопад рядом. Уже на обратном пути я вам покажу. В кулечке здесь в машине. Яблоко оказалось еще из Киева. Сейчас я пока не пересяду. Здесь можно пешком хайкинг делать. Здесь очень хорошо наверх. Не такая крутая дорога, но скулон такой приличный. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот туристы. приехали, и вон сразу же едут люди на конях, чтобы предлагать ехать. Видите, и жеребёнок там маленький, сейчас поближе, может, подойдём. Предлагает свои услуги на конях поездить, видите. Вон ещё едут, спускаются. Все жеребята, главное. Кто хочет прокатиться на конях? Дорога, конечно, здесь не очень хорошая. Особенно до села. Здесь-то ещё хорошая на гору. А вот до села такие ямы-ямы. Я не знаю, хоть бы для туриста сделали ровную дорогу. Я беру с собой палки. Может, удастся мне походить хоть здесь палками. То всегда палки беру, а походить не получается. Здесь буковые леса. Вы видели, дорога какая красивая была? Крылья-чашлабаум нечаянно. Кто захотел, тот на конях поехал, видите. Крылья-чашлабаум нечаянно. Крылья-чашлабаум нечаянно. Крылья-чашлабаум. Першая версия, что 70 миллионов лет назад тут было дно стародавнего теплого моря. И это все рельеф морского дна. Это первая версия. Другая версия, что когда отступал льодовик, то в товарищах льоду он тянул за собою камень, песок, и где была долинка, прошло в плавице. Вот так Надя Ивановна працюет, а мы с вами пройдемся сюда. Надя очень много интересного рассказывает. Может быть, телефон не передает, то и мощи, знаете. Но на самом деле, боже, видите, какая скала. Здесь круглый год красиво, но сейчас осень золотая. Это вот здесь вы можете почувствовать. Ай, маленький жеребенок такой. Не хочет идти. Жеребенка, как только не просил. Он нет, и все. Понравился ему мох, и все. Это иди. Опять идет до мха. Ну иди, мой. Добрый день. Пердитка некая. Давайте, давайте. Энергийнейше, энергийнейше. Энергийнейше. Надя Ивановна на праце. Надя сейчас будет проходить через ущелье. Боже мой, я вам сейчас расскажу, как это было в первый раз, мои ощущения. А здесь, смотрите, сейчас я вам отойду туда подальше, и вам кое-что покажу. Растянулись. Желающие покататься нашлись. еще в YouTube попадут на память. Отсюда, если посмотреть, вот смотрите, морда льва. А это слон. Ну, это тоже целые легенды, поэтому приезжайте к Наде. Мне так хочется, чтобы вы у нее экскурсию получили. Осенний лес. Какой класс. А я в тишине, я сейчас погуляю. по этим камням. Видите, за столько лет люди следы здесь оставили. О! Как холодильник можно было использовать, да? А здесь кони стояли. Туда загоняли коней, чтобы не было видно. И стайни. Отсюда морда льва. Лев, смотрите, такой, ух! Мощный. И можно вот так подняться по ступенькам и наверх подняться. Туристы сейчас вокруг обойдут. Как эта бережа держится этими корнями? Сколько лет проросла и сосна вот наверху. Тоже. вот эта огромная какая-то. Ой! Еще у меня что-то покажу. Я в этих ущельинах много раз была. Сейчас нога болит, не хочу туда подниматься. Может, вам Надя покажет. Потом попрошу ее. Если она не устанет, конечно, после экскурсии можно было бы залезть вот на самую-самую высоту. Оттуда такие краевиды, такая красота начинается. Но уже нога болит, не хочу подниматься наверх. Ой, посмотрите, как красиво здесь, да? Тишина и только листья падают. и сейчас эти туристы. Здесь такая тишина и листья падают только. Шум листьев слышно. Тихонько так падают. Боже мой, Карпаты, это, конечно, просто супер. Как я вам уже и говорила, лучше гор только горы. А, падают листья. Такая тишина. Я не знаю, слышно вам или нет. шум падающих листьев здесь слышно. Я помню, когда мы сюда приезжали, Светлана как-то раз даже маленькие были, а Азиз вообще, ну, я не знаю, ему сколько было, годика, четыре. А, может быть, даже еще и Азиза не было. Я не знаю, мы сюда первый раз приезжали всей семьей. И Надя повела нас через, вот так же, как сейчас туристов ведет, вот так вот по тропе, по лесу, идете, идете по лесу, доходите до узкой такой, ущелины, высокие такие горы, и вы должны в это ущелье залезть. Ну, я тогда, ну, тогда я была худее, и я себе так приспокойнее шла, ну, я всегда была полненькой, поэтому, с первого класса. Поэтому я шла себе уверенно, а Надя все так на меня смотрит, Люба, не знаю, пройдешь ты или нет, Люба, не знаю, пройдешь ты или нет. Я тут, что она меня так спрашивает? Я даже не понимала всей опасности. Ну, потом приходим, а там такая узкая, узкая щель между этих скал, надо как-то пролезть. Ну, вы знаете, я пролезла все-таки, сейчас уже, наверное, и не пролезу. А раньше я пролезла. Раньше было очень много туристов, поэтому мы идем, впереди нас группа, мы идем посередине, сзади нас опять группы подпирают, назад уже не пойдешь, а впереди тоже застряли, потому что ты заходишь на такую полянку интересную, а уже с этой полянки надо опять наверх на скалы подниматься. Вот сейчас они тоже будут подниматься на скалы. А тогда у кого вес, знаете, начинает паниковать. И перед нами была группа мужчин, такой тучный, метра два роста, или метров восемьдесят, он очень тучный. Ему, видимо, не сказали, он говорит, у меня сердце больно, у него сердце разболелось, мы уже за него начали переживать, а мы же все стоим. Светланка начала плакать. Я говорю, Светланка, что ты плачешь? Не создавай такую нервозную ситуацию. Светланка замолчала сразу же. Ну и мы стоим и смотрим, мужчина этот поднимется или нет. И там одна женщина тоже так кричала, так кричала, она боялась, что поднимется. Мы говорим, да что вы успокойтесь, да, Надя ее успокаивает, да вы спокойно подниметесь, давайте так и так. И сверху парни, экскурсоводы подавали руку и все поднимались наверх еще и спокойно. Этого парня, конечно, подняли, тяжеловато было поднять, но подняли. Ну тогда еще Камал, Олег, они тоже помогли ему снизу. Камал вот так руки, две руки вот так взял и подставил, как ступеньку ему. Он наступил и поднялся этот мужчина. Вот. А наша семья, тем более, друг другу начали помогать. Вот так, кто-то внизу, кто-то, сначала там Олег полез, Тарас, по-моему, наверх, а потом Камал вот так руку сделал, мы наступали, как на ступеньки, а остальные все еще экскурсоводы вытягивали. Так что мы быстро-быстро прошли, но страху натерпелись, знаете, очень-очень. И до сих пор, до сих пор, вот уже сколько лет прошло, а Светланка, Тарас, Камал, Олег, все это помнят. Событие такое было запоминать, как мы всей семьей ездили, как мы вот эти вот трудности переодолевали. И вот когда семья, и тут как раз показала, когда семья, когда дружно, ты это все проходишь просто шить и все. И такие воспоминания у меня с этими скалами связаны. Потом я приезжала с Азизом, Азизу было 5 лет, по-моему, я приезжала сюда, у меня есть фотографии, как Азиз с моречкой бегает возле реки Сукель. И мы с Азизом поднимались на самый, на самый верх, вот туда поднимались. Я так за него переживала очень сильно, потому что, ну, ребенка же не удержишь, а он вот так за трос держался. Мама, Люба, я хочу туда. Я говорю, а здесь я тебя прошу, не поднимайся. Но он поднимался, смотрел, было все вот очень-очень даже. И было очень красиво, очень много фотографий осталось. Так что такие воспоминания у меня о Скелек-Довбуша. Потому что здесь есть два села, это у Нади спросим. Поляныца есть село одной, а это еще и другая Поляница. Там она больше такая раскрученная, туристическое село, а здесь меньше. Ну, здесь, наверное, еще за счет того, что здесь дороги плохие. Поэтому меньше туристов, чем туристов в раскрутенной Полянице. Но здесь интереснее, хочу вам сказать, что если будете в Карпатах, приезжайте сюда, где меньше туристов пока что. Я надеюсь, будет очень много. Но пока здесь еще такие места. Не такие шумные, но зато очень-очень красивые. Здесь, конечно, фантазия работает у кого как. Здесь, например, мне кажется, что это кит. Вот здесь, видите, вот как будто бы рот кита, здесь плавники. Я говорю, это каждый, кто что нарисует. Тут девушка как будто бы, две ноги вот у девушки. Здесь вот можно тоже придумать, что две ноги, колени вот согнуты, как будто бы. это где-то, кстати, что это не, чтобы вы сегодня разобраться. Все трясает, что это не льстрит. Спасибо. Я говорю, что это не льстрит, это не льстрит. Это не льстрит. Предлагают покушать. Здесь вот есть две колыбы, где очень вкусно готовят. И банош, там всякое разное. Карпатская такой еды вкусной. И здесь вот тоже женщина сидит, предлагает тоже вкусные обеды. Сейчас вот здесь сувениры будут люди продавать. Возле скал Довбуша каплычка есть. Сейчас мы с вами зайдем. Здесь никого нет. Можно зайти самому. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 какие-то виды, образы, что-то такое. На этом месте, на этих скелях Довбуша, в этой ущелини, снимали клип на песню горы «Альона Альона» и «Калуш». В целом, тут много снимался фильмов. Это известный фильм «Олекса Довбуш». «Сторожова застава», юнацкий фильм, «Історичная фантастика», он очень интересен. Частина фильма здесь. Это место для тренировок скалолазов. Они тут очень часто на вихедные дни бывают. Вот там нас Люба ожидает. Песок. И камень. Сейчас идем на выход. А тут чекает. Люба чекает нас. Экскурсована Надя Ивановна. Надя вам оттуда снимала репортаж. У нее очень много интересных диковинок, циковинок. Еще там можно... Если к тебе на экскурсию придут, ты им покажешь. Колодец там есть. Там где... Арка 12-го столетия. Арка 12-го столетия еще есть, представляете? Здесь много, много здесь очень таких скрытных циковинок. А я говорю, холодильник с той стороны, Надя. Оказывается, это тут холодильник. Мы с Надей решили погулять по лесу. Листья шуршат под ногами. Листья шуршат под ногами. Будут пыльные. Добрые. Здесь шашлыки продают. Богрыч, вареники с черницей. Вареники с голубикой продают. Чебуреки, хот-доги, что хотите. Здесь можно сесть и поесть. Голодным отсюда не уйдешь. Фуд-зона здесь. Такая очень-очень хорошая. Природная. Экологически чистая. Отсюда верхушки скал видны. Здесь, кстати, много скалолазов. Раньше приезжала по Канаде на экскурсии. Я еще здесь похожу со скандинавскими палками. Поехали. 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 Ещё одна большая группа пришла. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...